Мой доклад будет постоянно посвящен хирургическому лечению опухоли вёдочков железы. Уже очень многое сегодня было сказано об этой проблеме. Я лишь добавлю, что тимом является уникальная опухоль, которая довольно часто ассоциирована с множеством парамелопластических синдромов, среди которых ведущим является генерализованная форма миостомии, диагностируемой 30% больных. Но также иногда встречаются и такие редкие синдромы, как аплазия красного раскатрового творения, системы красной волчанки и другие. С 2018 года для стадирования этих опухолей действий системы ТНМ, которую мы пользуемся в нашей практике, классификация ВОЗ показала свою эффективность в предикторе отдалённой выживаемости и частоты инвазивного роста. При подозрении на тимому некоторым больным показана предоперационная верификация. НСЦН выделяет группу больных с высокой вероятностью тимома, такие как опухоль в проекции тимуса, отрицательный уровень герминогенных маркеров при отсутствии лимфоненопатии и связи с щитовидной железой. При резиктабельном процессе в целом операция может быть выполнена без предоперационной морфологической верификации. В качестве неодевантной терапии раньше довольно было большое влечение лучевой терапии. Мы знаем, что тимома и радиочувствительные опухоли. Однако в неодевантном режиме лучевая терапия не приносит каких-либо эффектов на отдалённую выживаемость данных пациентов. И на сегодняшний день, согласно рекомендации НСЦН, в неодеванте используется полихимиотерапия. Показания к неодевантной терапии различны. Это может быть либо местно распространённый процесс, и в этом случае мы проводим неодевантную терапию для уменьшения опухолевой массы, для облегчения и вообще возможности оперирования. Но также эта опция возможна при солитарном метастазе или наличии от села в популевре. Но здесь она является акциональной. Мы проследили результаты неодевантной терапии ТИМУН в нашем институте, и мы увидели, что в 73% случаев диагностирован слабый патоморфоз после операции. В целом разницы в непосредственных результатах не было, и у 70% отмечалась либо стабилизация, либо рост образования. Разные подходы могут давать разные ответы. Здесь представлены два наблюдения. У обоих больных был полный блок верхней полы вены, осложнённый соответствующим синдромом. В одном случае был рактимус, по поводу которой проведили дизоционную лучевую терапию. И у второй больных была ТИМУН-Б3, которые провели в неодевантном режиме 4 курса химиотерапии по схеме ЕП. После лучевой терапии мы видели выраженный клинический эффект, уменьшение опухоли в размере, и патоморфоз был четвёртой степени после выполненной операции. Тогда как после химиотерапии патоморфоз был крайне слабым, клинический опухоль в целом не ответил. Также мы наблюдали такие довольно радикальные случаи применения неодевантной химиотерапии. Больная ТИМУН-Б3 с отцелами по плевре. Опухоль располагалась в проекте верхней половины, левой плечи головной вены, но истинной инвазии этих сосудов не оказалось. Больной по месту жительства было проведено 6 классов химиотерапии. Первой линией был продолжен рост образования, смена химиотерапии. Вторая, третья линия. Всего больная получила 11 курсов, из-за чего обратилась к нам. В целом мы бы не сказали, что сильно опухоль изменилась в размерах. В целом была стабилизация опухолевого процесса. Нам удалось выполнить радикальную операцию в объёме рецидекции, квадрикарда, плевректомии. И при операционном исследовании материала мы увидели, что патоморфоз в нулевой степени больная не ответила на химиотерапию. Основным методом лечения данной группы пациентов является хирургический. Только лишь радикально выполненные операции обуславливают их хорошую отдалённую выживаемость. Но её удаётся добиться не всегда. В 76% выполняется радикальное удаление опухоли. Часто осложнений по данной литературе доходит до 17%, и летальность также остаётся не нулевой. К принципам хирургического вмешательства, применяемым в нашем институте, мы относим следующее. Если у больного имеется место и нет, то на предоперационном этапе она должна быть компенсирована при участии невролога. Доступ должен быть адекватный. Стандартным доступом при местных распространённых опухолях является стернотомия. Также не нужно забывать и о вариантах стерноторакотомии, полуэстернотомии, которые сегодня были показаны в докладе Владимира Алексеевича. Опухоль вилочковой железы должна быть удалена расширенной вместе с окружающей её жировой клетчаткой. Капсула должна быть сохранена. И, по крайней мере, один диафрагмальный нерв также должен быть сохранён, что бывает довольно сложно при массивных опухолях, вовлекающих сосуды. Здесь оправдано выполнение комбинированных мешательств. Отсевы по плевре должны быть максимально удалены. Иногда для этого приходится делать дополнительные доступы. Торакотомия чаще всего по 7-му межфереберию, потому что диафрагмальная поверхность очень сложна для доступности через стернотонный доступ. И в случае, если отсев не удается удалить полностью или остаётся резидуальная ткань, необходимо помнить о разметке для последующей лучевой терапии. Здесь представлен вариант колос-стернотонного доступа при распространении опухоли на шею. Минимальная инвазивная тимоктомия впервые была выполнена в 1988 году Купером и при помощи бокового доступа в 1992 году Лондон-Дрэнон. На сегодняшний день это золотой стандарт лечения небольших опухолей локализованных форм. Результаты видеосистерной тимоктомии казалось бы хорошо изучены, имеются очень большие группы наблюдений, однако не на все вопросы мы на сегодняшний день имеем ответы. Очень разнятся техники, которые применяются. Также ещё до сих пор актуален и трансцерликальный доступ в некоторых клиниках. Не всегда мы знаем процент полной ремиссии по миостынии и процент местных рецидивов. Оперировать справа или слева в целом на сегодняшний день предпочтение отдаётся правостороннему доступу, потому что с правой стороны мы получаем доступ к сосудам и можем оперировать от сосудов. Слева выход на левую плечо и головную вену. Он может быть немножко затруднён, но в целом при сравнении групп больных также достоверных различий получено не было. Но на сегодняшний день стандартной является торакоскопическая тимоктомия справа. На нашей группе пациентов мы показали, что в целом торакоскопический доступ он, конечно же, сопряжён с минимальной инвазивностью, продолжительность операции короче, объём кровопотери меньше, как и послеоперационный койка день. Частота осложнений не различается. Но здесь основной момент — это прежде всего отбор пациентов на операцию. Имеется в области компромиссного недостаточного удаления жировой клетчатки. Если при тимомах первой и второй стадии это может быть не очень актуально, так как не сильно влияет на их отдалённую выживаемость, то при больных с генерализованной формой вместо ней это может быть довольно-таки важно. При операции справа мы не всегда можем надёжно забрать клетчатку, которая находится в аортолёгочном окне или левый перекардиодиофрагмальный рог тимус. Также и слева имеются те же самые ограничения, но с противоположной стороны. Доступ к шейным рогам в целом он возможен, но имеются небольшие трудности в таких как перекрёст рук, наличие плеч и головной вены у больных с узкой апертурой. Также удаление шейных рогов может быть сопряжено с определёнными техническими сложностями. Для того, чтобы решить этот вопрос, применяются различные методики. Но мы в нашей клинике адаптировали методику субксифоидального доступа в варианте, который предложил Такеша Суды в 2017 году, когда субксифоидальный разрез дополняет энсуфляции углекислого газа. И это позволяет получить довольно-таки хороший обзор на средостение. Мы смотрим снизу вверх, получаем широкий доступ к обоим дефрагмальным нервам и к шейным рогам тимуса. Для этой операции желательно, но необязательно иметь инструменты с изменяемым углом кровизны. И также необходим монопорт, который в целом довольно широко доступен на сегодняшний день. Больной укладывается на спину с разведением ног. Оперирующий хирург ставит между ног больного и таким образом выполняется операция. Довольно часто мы её дополняем небольшим разрезом в пятом или шестом межреберье справа, устанавливаем 5-мм порт и таким образом можем выполнять гимнануальную педисекцию, потом через этот разрез в последующем мы устанавливаем дренаж. Считаем, что такой 5-метровый порт в целом не влияет на болевой синдром после операции. Так выглядит окончательный вид операционной раны. Мы видим удалённый препарат, стилитированный плечебовый вен, клетированный химическим вен, отходящий от неё. Также доступ позволяет выполнять резекцию перикарда, лёгкого, если это требуется. Варианты кожного разреза могут быть различными, продольные, поперечные доступы. Мы в нашей практике отдаём предпочтение благообразного разреза, как считаем, что он наиболее выигрышен с косметической точки зрения, потому что ускоряют контуры реберной дуги. Всего уже на сегодняшний день здесь представлены первичные группы больных, но уже выполнено около 50 подобных операций. В целом они характеризуются небольшой продолжительностью, малым объёмом кровопотери и не длинным послеоперационным поёкоднём. У трёх больных мы вынуждены были перейти на стандартную торокоскопию. Одна пациентка для наших первых было наблюдение. В связи с воронкообразной информацией грудной клетки нам было крайне неудобно манипулировать субсифровидным доступом, и мы выполнили конверсию в торокоскопию справа. Вообще у всех больных, кроме одного пациента с кровотечением из ломарной вены, мы выполняли конверсию в торокоскопический правосторонний доступ. И у одного пациента в связи с вскрытием брюшной полости с высоким состоянием диафрагмы также мы испытывали определённые сложности, мы выполнили также муторокоскопическую тимоктамию. Даже в случае конверсии нам удалось осуществить временный гемостаз при помощи субсифровидного доступа и выполнить частичную стернатомию для ушивания повреждённого сосуда. Сравнив выраженность болевого синдрома по визуально-аналогу в шкале, мы увидели, что субсифровидный доступ именно имеет преимущество. И в последующем мы отказались от постановки эпидурального катетера, от применения наркотических анальгетиков, что может быть довольно-таки актуально у больных с генерализованными астенеями. И также это позволяет оперировать больных без отключения лёгкого на просветные интуитационные трубки, что также снижает частоту послаживания. При раке тимуса мы не видели практически локализованных форм. Чаще всего больные раком тимуса это больные четвёртой стадии с отсевом по клевре либо с местным инвазивным ростом. Почти у половины больных в группе тимума была выполнена комбинированная резекция и у 100% больных в группе раком тимуса она также была выполнена. Чаще всего выполняется атипичная резекция лёгкого перикарда либо левоплеча головной вены. В целом в нашей хирургической группе есть не только суксифональный доступ, здесь все больные, которые были оперированы. Частота осложнений состояла в 20% в группе тимум и 13% в группе раком тимума. Мы выполнили 4 повторные операции трезин по поводу гемоторекса и один по поводу эхиларии рефракторной по консервативному введению. Проведя многофакторный анализ факторов риска осложнённого послеоперационного периода, мы увидели, что основной вклад вносит синдром верхней половой вены, при этом частота осложнений повышается в 5 раз и инвазивный компонент в правой полевральной полости. При этом частота осложнений возрастает в 4 раза. Отдельная проблема это метастазы по плевре. Основная цель это максимальная циторедукция с последующей одевантной терапией. В основном она даётся предпочтение лучевой терапии. Если имеется возможность привести таким пациентам внутреплевральную гипотерамическую химиотерапию либо же интероперационную ФДТ, мы считаем, что её нужно делать, потому что в этой категории больных мы видим очень часто местные рецидивы, которые могут быть диагностированы и на 5, и на 10-летнем интервале после первичной выполненной операции. Служит получить какую-то доказательную базу по этим мешать, потому что таких больных не очень много, но считаем оправданным использованием любых средств местного контроля, которые имеются в арсенале клиники. Отдалённая выживаемость больных ТИМОМа и представлена на данном слайде, она зависит от гистологической формы по классификации ВОЗ больных ТИМОМ МВ3, РАК МТИМУС и ТИМОМ МВ2 они живут значимо меньше, нежели больных более высокодифференцированных опухолей. Но основной компонент, который влияет наибольшим образом, это радикальность выполненной операции. Отдельная проблема это местные рецидивы. Рецидивность их невысока, она составляет около 50%, не часто удается удалить местный рецидив полностью. Летальность после больших комбинированных операций, таких как пневмоноктомия, она достигает до 17%, а выживаемость больных после нерадикальной выполненной операции, она колеблется от 0 до 25%. То есть, таким образом, это возможность выполнения радикальной операции. Ну, на этом у меня всё. Благодарю за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова